Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. И если вы любите простые рецепты так же, как и я, то, конечно, не забудьте подписаться на мой канал. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Делитесь моим видео со своими друзьями, пускай настанет больше. Пишите комментарии, ставьте лайк. Ну, а я буду делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Сегодня буду готовить на ужин запеченное куриное филе с томатом и сыром. Это очень простой вариант горячего блюда, но очень-очень вкусный и, конечно, отлично подойдет для новогоднего либо праздничного стола. Для этого мне понадобится куриное филе. У меня продавалось уже нарезанное такими как бы слайсами. Но единственное, что некоторые слайсы оказались такие толстоватые, я попробую их разрезать еще напополам вдоль. И затем немножко отобью каждый кусочек. Теперь добавлю прямо сюда соль. Приправлять приправами буду сразу в миске для того, чтобы они распределились более равномерно по всему мясу. Добавляю еще хмели-сунели. Получится мне в последнее время эту приправу. Немножко красного острого перца. И также еще черный молотый перец. И натираю на терке несколько зубчиков чеснока. Теперь все тщательно перемешиваю. И оставляю так минут на 10-15, чтобы оно пропиталось. В общем, готовлю в этот раз так. Но, конечно, лучше дать пропитаться. Можно сделать с вечера и готовить на следующий день. Это мой самый любимый вариант. Так получается всегда все вкуснее. И пока у меня мясо будет немножко мариноваться, я натру на мелкой терке сыр. Но пока столько, потом буду посыпать и смотреть, если что, дотру. Выкладывать буду на противень, который застелила предварительно бумагой, для того, чтобы потом проще было его отмыть. Выкладывать мясо буду плотно. И затем сверху буду выкладывать слой томатов и присыпать все сыром. И теперь сверху выкладываю помидоры плотным слоем, предварительно не размораживая. Который замораживала летом, это свои томаты. Я их нарезала кружочками. И вот как раз удобно использовать для таких целей. Можно, конечно, использовать свежие. Но буду использовать то, что есть. Теперь сверху немного присолю томат и поперчу. Теперь отправляю прямо так в предварительно разогретую духовку до температуры 200 градусов. Буду запекать приблизительно 20 минут. Затем достану, посыплю сыром и продолжу запекать уже до готовности. У меня уже прошло 20 минут. Теперь переставлю повыше, присыплю сыром и буду запекать еще минут 10. Затем проверю. И еще присыплю немного сверху замороженным укропом. И продолжу запекать еще 10 минут. А вот такая курица в итоге у меня получилась. Все отлично запеклось, но при этом видно, что она осталась сочной. Подавать буду с овощным салатом. Здесь у меня пекинская капуста, белая морковь, яблоко кислое, белое, ну зеленое в смысле. И еще замороженная зелень укропа, французской горчицы. Заправлять буду оливковым маслом и лимонным соком. Ну и соль, перец по вкусу. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. И, кстати, вот точно так же готовлю еще с замороженным кабачком. Вместо томата кладу замороженный кабачок, нарезанный такими кубиками. Получается тоже очень вкусно, сочно. Так что берите себе на заметку, если вы такого не готовили. И надеюсь, вам понравится. Желаю приятного аппетита. Стала перемешивать салат и вспомнила, что не сказала, что я сюда еще натерла такой крупный зубчик чеснока. А вот такое блюдо в итоге у меня на ужин получилось. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.